Меня зовут Расинский Евгений, я технический директор ИВИ. Сегодня я поделюсь с вами опытом наших двух последних лет. Началось все с пандемии. Для того, чтобы немножко погрузить вас в контекст, с чем нам пришлось столкнуться, несколько популистических слайдов, из этого слайда нужно запомнить одну циферку, 39 релизов бэкэндных в день в среднем по году. А на самом деле бывает доходит до сотни или до нескольких сотен. И дальше вы поймете, почему эта циферка важна. И дальше слайдик о том, сколько у нас разных клиентских приложений. Это тоже важно понимать, потому что сколько мест нам пришлось изменить, чтобы сделать историю по работе с деградацией. С рекламой и вводом закончились. ИВИ – это сервис профессионального контента. Соответственно, около 50 миллионов активных пользователей в месяц. Нагрузка действительно существенная. Расскажу вам о нескольких днях до начала пандемии, когда мы считали, что все хорошо, выступали на конференциях, рассказывали про отказоустойчивость, били себя пяткой в грудь и говорили о своем величии. В общем, мы довольно серьезно ошибались. Тратили мы примерно 20-25% на ресурсов на отказоустойчивость. Это и ресурсы разработчиков, и ресурсы админов. Соответственно, пришла пандемия. Пришла внезапно. До этого мы справлялись. Для ритейла есть история с Черной Пятницей, когда надо сжать булки и пережить эти несколько недель. А у нас это новогодняя неделя. И из года в год эта неделя, или даже пару недель, повторяется примерно по одному и тому же сценарию. Где-то в 23.30 трафик уходит резко вниз, потому что народ подтягивается к столу, вырастает трафик на ТВ-каналы, народ начинает смотреть на президента, и дальше трафик валяется внизу где-то до 10 утра 1 января. Дальше он начинает отрастать и растет очень существенно, потому что люди проснулись, протрезвели, кто-то дальше продолжает кутить, а кто-то сидит и чилит около телевизора. Собственно, вот с такой большой нагрузкой, эта нагрузка примерно в несколько раз превосходила среднюю погоду, мы к этому привыкли и считали, что мы большие молодцы. Что произошло, когда наступила пандемия? Людям запретили выходить из дома, единственное, что им оставалось сделать, это либо опять-таки бухать, либо смотреть развлекательные различные ресурсы. И тут нас реально смыло трафоном. Пришла не только повышенная нагрузка, но и нестандартная нагрузка. Все наши прогнозы пошли коту под хвост, отличалась серьезно от новогодней нагрузки. Чем эта нагрузка была нестандартная? Она была нестандартной с тем, что у нас ушел практически спад. То есть у нас там вот Саша Тоболь, по-моему, показывал, что у них там 21 час наибольшей нагрузки. И вот у нас было примерно то же самое. В районе пандемии народ смотрел и дальше. Ну, помимо всего этого, нам еще активно помогали. Помогали ребята из телеком-операторов, помогали и органы государственной власти. Значит, ШПДшники осознали, что их обещание пользователям, что у вас будет 100 мегабит, 500 мегабит или гигабит, оказалось враньем. Потому что, когда все ломанулись смотреть, у всех обнаружилась куча бутылочных горлышек. Что делают сетевики, когда у них проблемы? Начинают на живую переконфигурировать сеть. К чему это приводит? К тому, что трафик у нас не возрос, но очень сильно изменился. То есть у нас люди начали, например, из Владивостока прилипать к новосибирскому кластеру. И абсолютно, то есть полный взрыв мозга. И после этого приходят регуляторы, говорят, ребята, вы знаете, сейчас прикладываются каналы мобильных операторов, поэтому давайте, пожалуйста, сделайте так, чтобы в определенные часы или в определенные дни трафик, пожалуйста, зарезайте. Все прогнозы опять идут к чертям. Мы где-то отключаем Full HD, где-то включаем. И вот эта вся чехарда, в общем, две недели полного ада, которая привела к тому, что мы осознали, что все невыспавшиеся, злые, и такие классные инженеры нам сказались, абсолютно не готовы к такой вот шляпе. Мы решили поставить перед собой довольно амбициозную задачу. Да, это реальный график того, как у нас все подскочило. Вот, собственно, мы решили, что нам нужно как минимум, то есть до этого мы держали 2Х от нагрузки, но поняли, что считали, это очень спустя рукава, надо считать более честно. Вот, ну и у нас, в общем, вроде как есть три дата-центра, которые друг друга резервируют, но на практике оказалось, что это не совсем правда, потому что когда авария происходит за аварией, ты понимаешь, что, ну да, у тебя там есть конструктор, который работает только, когда все твои люди работают идеально. Да, вот админы отработали идеально, вот, там сетевики отработали идеально, а через 2 недели все они вымотаны, и такие, ну, хватит, пожалуйста, остановитесь, горшочек не вари. Вот, в итоге две задачи. Первое, сделать, держать сильно большую нагрузку и делать это гарантированно, вот, потому что, ну, замеры у нас были, ну, замеры были там примерно там, ну, на тестовом стенде, пульнем разочек на продакшене, и это все потом проэкстраполируем, все по красивому форму, было очень хорошо. На деле все оказалось не так классно. Вот, ну и посмотрели логи того, как мы шатали дата-центра, и выяснилось, что, в общем, тоже делали это несколько на отвали, да, есть такое слово. Вот, соответственно, что мы сделали? Мы такие, ага, хорошо, давайте проанализируем, где нам больно, значит, и откуда у нас исходит угроза. И выяснить, что угроза, на самом деле, в основном, исходит от нас самих, из приведенных здесь, это реальные постмортумы, которые у нас были. Из самого страшного, это история с тем, что у нас лег сервер Elasticsearch, а Elasticsearch, это является сердцем нашего API, потому что там работает не только история с полнотекстовым поиском, но еще и различные команды каталогизации, то есть покажи мне весь контент, покажи его по страницам и прочее, прочее. Соответственно, выясняется, что из реальной, не нагрузки, а угрозы со стороны, это только вот кривой рекламный выпейт ролик, который просто задедосил нам статистику. Все остальное это мы сами. Где-то мы при хреновом релизе устроили зеркалирование IP-пакетов и устроили шторм внутри своей сети, по сути, отрубив все эти три дата-центра друг от друга. Где-то у нас пропало питание в дата-центре Lynx, потому что монтажники обещали два луча подвести, вроде как подвели два, а когда устроили работу на одном, выяснилось, что второй подключен не туда. Где-то мы обновили сертификаты и выяснилось, что у нас хендшейк проходит на полторы секунды больше, чем требуется. В общем, такие вещи, которые, в общем, да, с даунтаймом тут было совсем чуть-чуть, как бы это там минуты, но пришли к выводу, что, в общем, по-хорошему не все гладко в датском королевстве. Мы решили провести два аудита. Аудит внутренний, то есть изнутри архитектуры, посмотреть на наши микросервисы и макросервисы, как они связаны между собой, и посмотреть со стороны клиента, со стороны пользователя, то есть какой функционал для нас максимально важен и где он отваливается, то есть где мы имеем право деградировать. Соответственно, проведя результаты аудита, мы как бы поняли, что, в общем, действительно у нас все классно, с одной стороны, да, об этом можно классно рассказывать на конференции, но выглядит это следующим образом. Представьте, сложный-сложный конструктор в котором не хватает пяти-шести деталек, но эти детальки без крепления. И вот чтобы все работало, люди должны пальчиками держать эти детальки, и тогда все будет хорошо. От скорости этих людей зависит очень многое. То есть по-хорошему, полной независимости от проблем у нас, в общем-то, не было. Соответственно, мы декомпозировали всю историю с аудитом и поняли, что нам надо обратить свое внимание на хранилище очереди и сервисы, на балансеры, на процесс релизов, потому что, если помните, мы как бы релизами своими стреляли себе в ногу довольно часто. Соответственно, отсюда следует, что нам нужны немножко другие регламенты и правила. И по-хорошему, нужно повысить уровень observability, еще раз посмотреть на мониторинг и посмотреть, какими инструментами мы это все будем делать. Вот два часа назад тут был доклад про то, как ребята пытались справиться с возросшей нагрузкой. Мы сразу на входе постановили, что, во-первых, у этого процесса будет владелец. Человек 30-40 работал над созданием плана отказа устойчивости, но руководил всем этим наш руководитель бэкендной разработки. Второе, что мы постановили, что по-хорошему 20-25 процентов это вообще ничто. Если с таким количеством ресурсов мы будем это делать, все исправления у нас будут на километры. А мы хотели хотя бы в год уложиться. Поэтому 40-60 процентов на самом деле получилось 75. И это довольно было больно, но зато сейчас сделали вещи, которыми можно гордиться. Целый год по сути бухнули в отказоустойчивость. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть. Elastic Search, как я сказал, это ядро ядро нашей API, то есть 80% запросов, которые приходят в API, попадает в Elastic Search от различной истории с каталогизацией, с серфингом, по актерам. Ну и собственно сам полнотекстовый поиск. У нас два эластика, один бэкапный, другой мастер. Они меняются местами. Соответственно, когда обновляются индексы в одном, второй работает. Потом они переключаются и они меняются ролями. Также между ними настроен фейловер. Если мастер не справляется, то безотносительно обновился бэкап или нет, трафон льется туда. Соответственно, у нас пазгря в нескольких сервисах, например, в сервисе авторизации, в сервисе покупок. Вот у нас кликхаус для статистики. Вот очереди это кавка для опять-таки статистики и RabbitMQ для процессинга и для нашего биллинга. Соответственно, ну и кивелью используем там МКэш и для кэширования в зависимости от сервиса. МКэш там живет с незапамятных времен, работает хорошо, менять не собираемся пока. Вот. Итак, что же мы выяснили в Lastix. Оказалось, что мало того, что эти кластеры разные по железу, что уже на самом деле ахтунг, потому что в момент переключения вы уже можете словить проблему. Второе, на них стоят разные версии Java и разные версии Lastix. они по-разному деплоятся в разное время. И как это работало до сих пор вообще непонятно. То есть, наверное, боженька нас хранил. Соответственно, нам пришлось сделать эти кластеры идентичными. И довольно много времени мы потратили на то, чтобы поймать ошибку с самопроизвольным выпаданием нод-балансеров в Lastix. И здесь мы поступили очень просто. Мы начали копать внутри, а дальше нашли на всех конференциях всех докладчиков, кто хотя бы немножко упоминал про Elastic. И просто им написали. Ответили все. И мы настолько обогатились своими знаниями, как вообще готовить Elastic, что это было очень приятно. никто не забил, поэтому, друзья, пользуйтесь как бы сообществом, сообщество работает, и это бесплатно. Собственно, выровняли Elastic. Следующий пасгря. Вроде как номинально у нас был внедрен патроне. Патроне это штука, которая довольно в автоматическом режиме позволяет вам переключать мастеры и слейвы. Собственно, новая авария в нескольких дата-центрах, там была история с линксом, показала, что там ничего не было настроено, и условно говоря, две с половиной минуты даунтайма ушло на то, что у нас люди не могли авторизоваться, потому что мастер был в линксе, он умер, надо было быстренько перекинуть мастера. Операция несложная и довольно быстрая, но зачем это делать ручками, когда можно все делать автоматически. Дальше мы поняли, что мы вообще зажрались, и у нас база настолько распухшая, что у нас день может генериться до двух миллионов сертификатов, которые мы раздаем. А дальше они живут примерно полгода, их никто не вычищает. Представьте себе, сколько сертификатов закопилось за 5-7 лет. Аналогично история, мы подошли критически к базе покупок и выкинули что не имеет смысла и что не нужно. Он демант. Понятно, что у нас в статистике все это осталось. Но зачем на сервисе, который работает с пользователем, хранить историю, которая никем не используется. Например, у нас есть сервис аренды, ты купил фильмец, арендовал его через 30 дней, ты с ним ничего сделать не можешь. Чеки хранятся в отдельном хранилище, все, эта хрень лежит мертвым грузом. Почистили эту штуку. Очень сильно поработали с лимитами и тайм-аутами и презрели гордость и поняли, что мы не умеем готовить постгресс, как подобает делать уважаемым донам. И позвали консультантов из DataEgre, с которыми до сих пор работаем, и они нам открыли глаза на тему того, а как нужно тюнить TCP. Мы потюнили и конфиг ПГБаунсера и потюнили конфиг самой Proxy. То, чем мы занимались в виде тегов изображены, это примерно месяц-полтора мы развлекались и пытались добиться от работы нагруженной пазгри и довольно многого. Дальше. С очередями вообще была песня, и это классический антипаттерн MVP разработки. Выяснилось, что есть сервисы, которые не то, что своими очередями живут в трех дата-центрах, они даже в двух не живут. И о кворуме, когда что-то падает, не может быть речи вообще. Как это произошло? Начали раскапывать. Выясняется, что когда кто-то сделал сервис, в котором использовалась очередь или любое хранилище, он такой, ну это MVP, я попробую, не плетит, зачем я буду сразу там редантную топологию, отказываю стоимость, не пофигу. Когда это будет популярно, я начну и все сделаю красиво. Запускает, и тут переключается на другой проект, через несколько месяцев штука работает, работает хорошо, она становится популярной. И тут ложится дата-центр и выясняется, что отказалась бы, например, от сервиса сегментации, который там был нужен для того, чтобы просто разделять нашу аудиторию, кто-то завязался на него уже при построении главной страницы и у тебя упала хрень, которая абсолютно была не отказоустойчива, но от нее теперь зависит весь сервис. Вот, в итоге мы высекли себя всем, чем только можно и добавили железо и сделали нормальную редантную топологию. Дальше идем. С key value соответственно опять-таки разобрались, что все должно присутствовать в трех dc, это просто. Дальше были холивары, где нужно использовать редис-кластер, а где не нужно использовать редис-кластер, потому что хочешь, чтобы все было размазано по трем dc, вроде как паттерн используя кластерную архитектуру. На самом деле это оказалось тоже немножко не так, потому что если у вас кэши наполняются быстро и они независимы, то иногда более надежно использовать не кластерную архитектуру, а просто набор независимых кэшей. Ну и параллельно прочекали, что у редиса есть такая особенность, что когда он под нагрузкой начинает делать дамп на диск, то он отвечает раза в 3-4 медленнее. С этим либо надо работать, занимаясь тонкими настройками с диском и прочее, либо же надо сказать окей, хорошо, мы по этому пути и пошли. Давайте предположим, что этот редис имеет право просто умирать, потом поднялся и у нас много этих редисов, пусть один умрет. Соответственно, и отфильтровали сервисы, с которыми можно так жить и с которыми жить так нельзя, которые нельзя отправляться в кластер, который можно, из говна и палок быстро настраиваем и вперед. Дальше. Любой микросервис, если за ним не следить, превращается в монолит через пару лет. Соответственно, мы это познали. У нас наша собственная пишечка, которая разрабатывалась как микросервис лет 7-8 назад, сейчас уже по-хорошему микросервисом не является. Поэтому мы посмотрели на наши сервисы и посмотрели, а как они взаимодействуют друг с другом. Вот обещанный слайд про то, как мы занимаемся историей с трассировкой запросов. Мы поняли, что по-хорошему у нас есть классная и замечательная документация, в рамках которой мы понимаем, какие связи между нашими сервисами. Мы такие, окей, давайте посмотрим, а что на самом деле. Выяснил, что он отличается процентов на 50. И куда какие запросы улетают, оно имеет право на существование в тот день, когда документация была создана. Дальше мы такие, ага, что же с этим делать? Нам нужно по-хорошему уметь в режиме реального времени отслеживать связи между нашими сервисами. К нам пришли ребята из ЦИСКа и сказали, ага, смотрите, у нас есть классный продукт, называется AppDynamics. Мы такие, фу, проприторное говно. Они такие, не, погодите, погодите, все будет хорошо. Дайте нам много денег и мы сделаем хорошо. Они действительно сделали неплохо, сопротивление у команды было довольно серьезное, потому что по сути вы добавляете в код каждого своего микросервиса специальную библиотечку агент, который по сути пропускает через себя все внешние вызовы и таким образом отправляет стату в собирающий сервак и вы можете построить стэк вызова между всеми микросервисами. Вот. Два года эта штука у нас работала. Собственно, это пример, когда мы начинали. Действительно довольно удобно высокоуровнево смотреть и проваливаться внутрь из каждого сервиса, куда видеть лог запроса. Вот. Но фишка в том, что если вы включите это вообще на всех нодах, то вам нужно еще x2 железа. Это как бы дорого. Поэтому мы за все хорошее против всего плохого включили по несколько вот таких вот инстансов Subdynamics, чтобы они показывали нам по сути взаимодействие ролей. История закончилась следующим образом, что как только мы практически все внедрили, мы разорвали контракт очень по-доброму, по-мирному с ребятой из ЦИСКа. Ну, во-первых, санкция, во-вторых, история с тем, что они решили переписать всю свою начинку на OpenTelemetry. Мы такие, блин, если нам все равно переписывать на OpenTelemetry, OpenTelemetry бесплатная штука, а рендерингу мы можем сделать свою, нахрена нам нужно вообще вам платить деньги? Ну, в общем, наверное, да. Вот. Собственно, поэтому, если вы хотите заниматься observability сервисов, добро пожаловать. у нас уже внедрена часть истории с OpenTelemetry, это доступно бесплатно. Там тоже жрутся ресурсы. Вот. Они, условно говоря, количество ресурсов, которые будут жраться, по сути, коррелируют с той глубиной лога, которую вы получаете. Вот. Но, из полезного, мы получили все связи между нашими микросервисами, увидели бутылочные горлышки, вот, ну и прошли несколько аудитов у ребят из большой четверки за, вот по этому вопросу, за несколько часов. До этого это занимало там месяц-два, покажите, что у вас действительно есть эти сервисы, покажите, что они у вас работают. Вот. В общем, для технического директора это классная штука. Вот. Для разработчиков можно все сделать немножко по-другому. Вот. Значит, дальше мы взяли каждый сервис вот из построенной схемы и посмотрели все внешние вызовы. А также заставили команду и себя самих продумать, а что будет, если этот сервис не будет функционировать. Вплоть до клиентского приложения. Например, упал сервис авторизации, вы должны очень классно отработать всеми сервисами, кто с ним соприкасается. Вот. Что он упал. Тайм-аутит или еще, или просто не отвечает. Вот. И вы должны это прокинуть вплоть до клиентского приложения, чтобы все было замкнуто. А дальше мы, то есть, это история с автоматизированной деградацией. то есть, если, например, сервис API ломится к сервису авторизации, он не работает, нужно не долбиться в него там, да, должна быть определенная логика, когда нужно остановиться и не устраивать шторм самим себе. Вот. А в этот момент просто сказать, окей, функционал недоступен, там, алярм-алярм, давайте разбираться. Вот. Но это в автоматическом режиме. А есть ситуации, когда ты не понимаешь, что происходит, автоматика не сработала, и тебе нужна ручная деградация. И для каждого сервиса мы продумали историю, а как же он будет деградировать в управляемом режиме. Потому что, отключая тот или иной сервис, мы высвобождаем, в принципе, упрощаем систему. Чем система проще, тем проще детектировать проблему. Собственно, помимо этого, мы сделали домашнюю работу и прооптимизировали код для Python серверов, подтюнили настройку USGI. Вот. На скольких конференциях только не рассказывают, что нужно оптимизировать работу с хранилищем. Десятки, сотни, миллионов докладов, и все равно все будут всегда наступать на одни и те же грабли. Поэтому этот пункт тут есть. Подтюнили лимиты и таймауты, добавили железо, вот, и решили, что, ну, окей, синтетическое нагрузочное тестирование – полное говно. Вот. Мы смелые, беззаботные и отвязные, поэтому ночами мы будем класть прот. Вот. Точнее, можем себе позволить, да, то есть, давайте так, не будем класть прот, а мы имеем право несколько раз пострелять так, чтобы было плохо. Когда мы это будем делать? После того, когда нам нужно проверить гипотезу. У нас там хреново туча серверов. Я не могу построить точно такой же тестовый кластер, а если говорить про сиден, вообще не могу. То есть, там это бюджеты улетают в потолок. Как проверить, что ты все сделал хорошо? Надо пострелять, надо зажмуриться, вот. А если пострелять и все поломать, то тебе нужна какая-то помощь. Вот об этой помощи мы сейчас тоже поговорим. Итак, что мы сделали с балансерами? Мы поняли, что бесплатная версия джинкса, это, конечно, классно, вот. Но очень хочется использовать активные проверки. Активные проверки это когда сам балансер понимает, что upstream сдох не во время пользовательского запроса, а в параллельном процессе. Вот. Также мы проперлись от истории с расширенным мониторингом и переливкой этого всего в Zabbix. То, куда мы сейчас лежим и еще не добежали до конца, это настройка частоты запросов для группы серверов, а не для каждого конкретного сервера, ну и конфигурирование на лету. Это мы еще не довнедрили. Но уже история с активными проверками это прямо очень классно тебе помогает не аффектить пользователей. Релизы. Соответственно, мы, у нас там бэкэнда семь или девять команд бэкэнда различных, которые каждый решает какие-то свои задачи. Соответственно, кто-то пишет на Python, кто-то пишет на Go, кто-то пишет на Java. И мы стандартизировали релизы, сделали типизацию инструкций по выгрузке и штука, которая нам пару раз стрельнула в ногу, это плавный релиз, плавный рестарт инстансов. Пару раз так бывало, что сервисы перегружаются настолько быстро, что очередь запросов выстраивается такая большая, и когда все сервисы уже поднялись, они не успевают раскидать эту очередь. И вишенка на торте, даже не вишенка, а такой смачный кусок фекалий добавляет то, что клиентские приложения у нас тоже заботятся о пользователе. И наше андроид-приложение, например, какое-то время из добрых, хороших чувств перезапрашивало, если что-то идет не так, в автоматическом режиме, как не в себя. Изначально даже на эти перезапросы у нас система защиты от DDoS срабатывала, потому что там просто они такие, я хочу получить эту страницу, хочу, дай мне, дай. И вот это был ад, потому что у тебя в ураган строишь карточный домик. Только ты там все поднял, фиггакс сбросил все очереди, все сокеты почищены, все хорошо, все коннекты восстановились, и тут новая волна, потому что ты опять рестартанул как идиот. Вот, поэтому на уровне ДНК запретили себе делать подобные рестарты, потому что тупо рестарт серверов может тебя завалить, несмотря на то, что нагрузка может быть не супер большая. Вот, ну и конечно же подтюнили клиентские приложения. Следующая штука, о которой мы хотим сделать отдельный доклад, это как раз та самая управляемая деградация. Помните, я говорил, что мы взяли каждый сервис и сказали, ага, давайте продумаем, как мы будем в нем тушить внешние связи и как мы будем менять его конфиги. мы сервис во время старта, соответственно, рассказывает специальной админке о том, какие параметры у него есть, вот, и отслеживает в ETCD, а нужно ли эти параметры обновить. Соответственно, как мы этим управляем? Ну, например, есть вызов рекомендательной системы, рекомендации у нас практически работают в каждой команде самые тяжеловесные запросы, и если отключить рекомендации, то у тебя там 30-40% нагрузки на сервис в принципе уйдет, все будет работать там на 100-150 миллисекунд быстрее. Соответственно, выставляешь тайм-аут на рекомендации ноль, все, и у тебя сервис, но для этого у тебя там, где ты выставляешь этот тайм-аут, должен быть готов к тому, что тебе вернется ничего, да, и поэтому какую-то выборку пользователю нужно вернуть. Поэтому я говорю, что это работа комплексная, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения продукта. Нужно предложить пользователю, вы хотите меня сфоткать, так смотрят на меня как будто, вот, типа ходишь-ходишь тут, сволочь, а я никак навестись не могу. Вот, соответственно, получается, что хочется и потребовалось сделать клиентские доработки, потребовалось доработать каждый сервис, и по сути, что мы получили сейчас, сейчас мы получили, что у нас есть дежурный, который может совершенно спокойно отключать тот или иной функционал практически в режиме реального времени и потом разбираться, да, то есть вот, но что делать, если это не помогает? Вот мы подходим к мякотке доклада, вот, несколько раз были ситуации, когда мы быстро не можем разобраться, обвешались кучей мониторингов, есть куча забегс-агентов, и там все сделали, непонятно, как бы, что у тебя сломалось, системы, где, непонятно, пользователи не обслуживаются, а поскольку ты знаешь, что, да, вырастает километровая очередь в саппорт, просто очень большая, вот, ну, люди же заплатили деньги, они хотят получить там сервис, вот, соответственно, о чем мы подумали, что, ну, окей, хорошо, нам нужна пилюля спокойствия, нам нужен кто-то или что-то, что возьмет на себя вот этот вот нервяк, чтобы люди хоть как-то смотрели видосы, поэтому мы сделали сервис, который назвали Абзац, собственно, что он делает, мы парсим непрерывно логи, вот, и определяем популярные запросы, мы к чертям вырезаем всю персонализацию, потому что никакой памяти не хватит для каждого человека сохранять, как бы сервис для него работал, если бы была еще и персонализация. И дальше мы сделали очень смелый шаг, мы такие сказали, ну, окей, хорошо, ущерб от того, что мы лежим, для нас намного больше, чем то, что люди посмотрят бесплатно какой-то контент. И вот в моменты, когда мы включаем Абзац, всем все доступно бесплатно. А потом мы за это, конечно же, расплачиваемся. Но поверьте, там ущерб от того, что человек пришел или он заплатил деньги, ему не предоставлен сервис или еще что-то, он намного больше. Соответственно, плюс, что эта хрень очень простая. То есть, ты взял в раме, тебе положил какой-то образ, вот сколько памяти есть, столько туда и положил. 10 минут, ускоряюсь. Соответственно, дальше мы можем это развернуть абсолютно в любом облаке, то есть, это поднято в нашем облаке, и это поднято сейчас в облаке ВК теперь это называется, ВК Клауд. Потому что это очень простая хрень, просто раздает статику. Вот. А теперь, что нам пришлось сделать со стороны клиентских приложений? Мы в хедере запроса отправляем специальный признак, что вот сейчас тебе, дружище, ответил не наш обычный праведный бэкэнд, ответил вот какой-то вот тут вот собачонка, которая выучила, что вот можно там гавкать, когда тебе два раза дунули в свисток. Соответственно, мы проработали все сценарии, как будет выглядеть пользовательское приложение и какие состояния будут, потому что очень стрёмная история в переходные периоды. У тебя сначала была персонализация, был один контекст, ты нажимаешь на кнопочку, переходишь в другое состояние, а там тебе уже в момент ответило что-то другое. И у тебя все рассыпается. Вот. Мы поставили в ружье всех наших бета-тестировщиков и, ну, вот, например, в тесте абзаца принимает участие больше ста человек единомоментно. Соответственно, ну, вот про сложный переходный период я сказал. Так. Дальше. Вот. Собственно, продумали кучу всяких логик, а что делать, когда система в таком состоянии, потом мы вышли из абзаца, вошли в абзац. Его тоже можно включать, выключать абсолютно произвольно. И приложение также может рассыпаться. Вот. А какие проблемы? Проблемы – это, собственно, там, где сила, там и слабость. Антиперсонализация. В какой-то момент, а мы это абсолютно не отслеживали, дети смотрели больше взрослых. и, собственно, популярность детских запросов стала сильно выше. И когда мы включили абзац, мы увидели, что у нас просто тупо детский каталог. Вот. И только через поиск можно было найти какие-то взрослые запросы. Вот. И это как бы не совсем то, ради чего наша розочка цвела. Вот. Соответственно, потом мы запустили, выяснили, что мониторинг-то мы на абзац вообще не сделали. Вот. Мы запускаемся, а логи не ротировались и не обновлялись уже сутки. Мы такие, блин. Вот. Ну, платный каталог доступен бесплатно, я сказал. Есть старые приложения, которые, ну, никогда не обновятся, да, то есть обновляется примерно 80% приложений мобильных. Вот. А есть какой-нибудь телевизор Philips с 15-го года, который живет абсолютно в своей реальности, со своими, там, W3C-стандартами, со своими представлениями в операционной системе и со всеми вообще... Вот он в своем мире живет. Естественно, он просто сдохнет. Вот. Но мы готовы на это пойти, потому что там, во-первых, мы кэшируем, там, получается, примерно 97% всех запросов. Вот. Примерно покрываем. Вот. Также, помимо старых приложений, есть непопулярные приложения. Вот. Поднимите руки, у кого есть Apple TV. Вот. Значит, и это подтверждает... Короче, это классная платформа, но в нашей стране она там просто нервно курит по сравнению с какой-нибудь там LG, Samsung или Android TV. И поэтому, вот при последней аварии, Apple TV у нас не попал вообще. То есть, поэтому, Антон, у тебя все превратится в тыкву. Вот. Ну, и не все поисковые запросы работают, потому что это тупая статистика. Да, вот что ищут, то мы не можем предугадать, что вы будете искать в будущем. Ну, и понятно, что мы ограничены памятью, чтобы это все работало быстро, мы это все держим в памяти. Соответственно, память закончилась, а дальше уже повезло запросу или не повезло. Регламенты и правила. Значит, во-первых, мы выработали план действий при повышенной нагрузке на бизнес-логику. У нас всегда был план действий при повышенной нагрузке на CDN. Вот, мы его доработали. мы сделали регламент по работе с крупными инцидентами. Я сейчас его вам покажу. И для того, чтобы с этим регламентом было проще работать, мы сделали шаблон для разбора инцидента и все это автоматизировали. Соответственно, что происходит, когда у нас авария? Значит, аварию инициируют, то есть информацию о том, что авария должен принять, точнее, информацию о решении должен принять человек. У нас в Slack, в специальном чатике есть кнопочка. Вот она вот такая. Соответственно, каждый новый сотрудник, который приходит в компанию, он считает своим долгом, что это нужно нажать. Соответственно, и нажатие на эту кнопочку переводит компанию релизный менеджмент в режим там замри и, в общем, не двигайся. Выскакивает, собственно, вот такая вот картиночка, где поднимается зумовский или Slack-овский звонок, ссылочка на регламент действий, вот, и специальная кнопка на то, чтобы аварию прекратить. Значит, дальше люди подключаются к, собственно, к конференции, нужно позвонить руководству, потому что, несмотря на то, что настроен Zabbix, который звонит, если какой-то из сервисов лег, но иногда Zabbix молчит, а авария есть. Вот. И дальше обязательно нужно написать в чатик саппорта, почему это не автоматизировать, потому что недостаточно написать, типа, у нас там лег Redis, что будет саппортеры делать с этой информацией, непонятно. Нужно, чтобы тот человек, который инициировал аварию, просигнализировал об аварии, либо призвал того, кто напишет, что делает саппорт, либо сделал это сам. Например, всем говори, что через 5 минут все будет хорошо, всем дарите подарки, какие-то такие вещи. Соответственно, но, вот, подходим к главному вопросу, как понять, что авария есть, да, то есть у нас есть классный индикатор. Индикатор для нас первого уровня, это трафик, который мы отдаем с сетевого оборудования. Эмпирическим путем доказано, что если у нас падает хотя бы что-то, авторизация, комментирование, что угодно, трафик начинает проседать. И вот, это реальный трафончик, вот, у нас примерно 2 терабита, ну, в пандемию был 2,4, сейчас там где-то около 2 терабит, это всего лишь в два раза меньше, чем во Вконтакте. Вот, соответственно, наглядно видно, что вот с разных сетевого оборудования, с разного, трафик просил, мы стали меньше отдавать. Что делать в этом случае? второй график, на который мы смотрим, это количество просмотров. оно тоже довольно индикативно, почему мы смотрим на сеть, потому что сеть очень простая, отдаем, не отдаем, а вот если у вас количество просмотров просело, ну, наверное, там, может, кавка затупила, либо, то есть, короче, под ударом может оказаться наша система статистики, а ей мы верим, но сетевому оборудованию мы верим больше, потому что оно проще. Вот, соответственно, первым делом мы отключаем персонализацию, да, вот заходим в админочку, говорим так, а теперь мы живем без персонализации, потому что, как бы, нам надо осмотреться. Дальше мы отключаем авторизацию, а, дальше мы смотрим, а у нас вообще включен режим защиты от ДДОСа, поскольку эта штука стоит денег, и не всегда ее нужно включать, ну, пример, когда мы выключаем защиту от ДДОСа, нам нужно катануть на какую-то хитропопую версию смарт-ТВ, что-то, вот, а смарты очень капризно относятся к SSL-сертификатам и к тому, как они устроены. И вот мы все проверили на тестовом стенде, вот, и нам нужно накатить эти конфигурации как на наши балансеры с Nginx, так и, условно говоря, в систему защиты от ДДОСа сделать ровно такие же конфиги. Поэтому мы можем быть либо под защитой, либо без защиты. А дальше отключаем авторизацию, отключаем платежи, если все это не помогает. Вот, а если уже и это не помогает, мы включаем абзац, вот, и пытаемся разобраться спокойно. В этот момент система полностью теряет нагрузку, и можем нагрузку возвращать потихонечку, постепенно. Вот, значит, а что делать, когда авария завершена? Я не знаю, смотрели ли вы фильм Евротрип? Вот, но это стоп-слово из фильма Евротрип. Собственно, эта кнопочка появляется в Slack, которую нужно нажать, чтобы отменить режим аварии. Я не могу произвести, там что-то типа флюгинге хами или что-то в этом роде. Вот, соответственно, нужно нажать на эту кнопку, вот, уведомить саппорт, что авария устранена. С этого момента мы переходим в нормальный режим релизов, вот, и начинать готовить разбор крупного инцидента. Соответственно, и того, что у нас есть сейчас? Сейчас у нас есть регулярные учения минимум раз квартал по потере одного дата-центра, 15 июня будет очередная. Вот, у нас есть регулярные учения по включению абзаца, будет тоже где-то в районе 20 июня. Вот, мы контролируем время ответа команд API, потому что, несмотря на все наши оптимизации, которые мы сделали, за месяц можно любой новой бизнес-логикой загадить абсолютно все достижения, которые вы делали за год. вот, мы переходим на OpenTelemetry, чтобы простраивать те самые бизнес-транзакции. Бизнес-транзакции это вызовы между сервисами, которые важны для пользователя. Вот, и мы осознали пару лет назад, что нам все-таки нужен свой фреймворк, чтобы там было нормально встроено как раз OpenTelemetry, единообразно работать с отказоустойчивостью и прочие всякие штуки. Тыдыщ. Мы думали, что вот теперь-то мы молодцы, теперь-то мы подготовились, но наступил 24 февраля, и это тема еще для одного целого доклада. Спасибо. Спасибо.